Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как, имея неразборные гантели, к примеру, у вас гантели 6 килограмм и гриф, к примеру, возьмем 10-12 килограмм, как можно, имея такой гантарь, постепенно увеличивать нагрузку, сопротивление на мышцы, тем самым увеличивая интенсивность тренировки, ну и как результат, или улучшение качества мышц, или объема. Итак, что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится пара бинтов, обычные бинты, инзеровские. Покупал я их, когда еще выступал в трейборе в 2000 году, для приседания. Так вот, как можно, имея пару бинтов и неразборные гантели, например, делать жим стоя, увеличивать. Сразу скажу, что чем дальше вы будете браться, тем у вас будет сильнее сопротивление на мышцы. Даже, в принципе, для начала можно кому-то просто бинтами тренировать плечи, например, жим стоя. Но я же покажу, как это делать при помощи гантелей. Берем гантели, гантели 6 кг, разводим их по бокам, усиливаем нагрузку бинтами и делаем обычный жим. По 8 повторим. 8, 12, 15 кг, сколько нужно, кто как будет своих преследований. Что нам дают эти бинты? Эти бинты, помимо усиления нагрузки, они нам еще дают постоянную статодинамическую нагрузку. То есть у нас мышцы не расслабляются ни в какой точке амплитуды. Что мы их внизу держим, бинты, руки тянут вниз, мы сопротивляемся. Что в верхней точке? Если гантели в верхней точке, когда мы руки выпрямляем, они практически теряют нагрузку, вся нагрузка уходит на позвоночный столб, то, применяя бинты, мы все-таки нагрузка у нас идет на мышцы. Мы контролируем какими-то мелкими мышцами нагрузку. Тем самым нагрузка все-таки увеличенная. Ну вот мы разобрали жим в сторону. Как можно делать разводы? Разводы можно делать так же. Бьем, наступаем на троя бинтов. Старайтесь, чтобы на одинаковом расстоянии вы наступили на них. Тогда вы сможете контролировать на каждой руке одинаковую нагрузку. Ну вот так же. Новички могут так же тянуть винты, делая разводы. Кто уже более опытный, может брать свои гантели, сколько они у вас весом. И делать так же разводы. Так же и перед собой. Поверьте, нагрузка будет очень даже солидная. Ну, теперь давайте разберем, как же нам со штангой делать жим в сторону. Нет у нас ничего сложного. Не стал я большой гриф брать. Покажу на маленьком, потому как принцип работы одинаковый. Один и тот же. И просто не охота тащить большой гриф в зал. Сегодня. Делаем крест-накрест. Встаем равномерно. Определяем нагрузку, какая нам нужна. Берем нашу штангу и делаем жимы стоя. Вот видите, когда мы руки полностью выпрямили, у нас штанга все равно тянет вниз. Мышцы сопротивляются и получают свою нагрузку. Главное в этом упоре, в этом упражнении старайтесь твердо стоять на ногах, чтобы бинты не выскочили. Иначе может быть вот такое. Или второй бинт. И это произойдет из-за того, что вы занимаетесь босиком или у вас пырило, одна нога расслабилась, и бинты, соответственно, будут подлетать к потолку. Ну вот, и все на сегодня, что я хотел вам показать. Сегодня мы разобрали плечи. Завтра я вам постараюсь рассказать, как можно тренировать ноги, спину, бицепс, трицепс и так далее. Ну а на сегодня все. Всем пока. До свидания.